Парень занимается подводным поиском много лет. Находил много чего интересного. Это разные украшения, серьги, кольца, да много чего. Да, вы правильно поняли, это все из золота. Серебра он и не считает. Да что там, были даже золотые зубы. Хотя вот как потерять кольцо, понимаю. Ну а зубы, как так можно? Может быть у кого-то будут варианты, но не про это. Нашел он у своей бабушки на чердаке вот такую вот кучку мелочей времен СССР. Понимаю, кто-то скажет, такие монеты ничего не стоят, это мусор. Их на килограммы продают. Не факт. Обратите внимание, какой красивый пятачок. И год, видите, 1970, правда? Понимаю, опять же, кто-то скажет, и чего, обычный пятак после реформы. Оно-то так, но именно 5 копеек 1970 года, это самый дорогой пятак всего советского пореформенного периода. Это у нас 1961-1991 года. И если учесть, что тираж таких монет не очень большой, то с каждым годом такая монетка будет добавлять цене. Будет становиться дороже. Так сказать, такой вот депозит. Находил, продали вот такую вот монету за 150 американских долларов. Согласен, здесь сохран получше. Но видел разы хуже, а просит 250 вечно зеленых. Но просить не значит продать, правда? Но выходит, спрос есть? Вот так вот, друзья, возьмите себе на заметку. Может повезти на ровном месте, если знать, на что обращать внимание. Ну или постоянно смотреть мои видео. А я часто делаю ролики о том, кто чего нашел и за сколько это было продано. Будете в курсе. А если вам нравится подводный или пляжный поиск, то ссылочку на канал «Глобальный поиск» оставлю под видео. Там таких роликов в море. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok